Они не любят представляться по имени, неохотно соглашаются на интервью, просят изменить их голос и снимать со спины. ВИЧ-инфицированные. В России их почти полтора миллиона, это только официально зарегистрированных, по факту минимум в три раза больше. Этот диагноз кого-то сделал изгоем, а кому-то закалил характер. С какими трудностями они сталкиваются в сибирских городах, расскажет Дмитрий Куканус. О своем ВИЧ-статусе Максим узнал семь лет назад, но сообщает о нем только таким же, как сам. Максим помогает ВИЧ-инфицированным справиться с потрясением, когда те впервые узнают о своем диагнозе. После окончания реабилитационного процесса я пошел учиться, я получил дополнительное образование по психологическому консультированию. И так вот сложилось, что мне предложили вот здесь место, но я почувствовал, что для меня это будет хорошей практикой. А вот новосибирские ВИЧ-инфицированные учатся доставать лекарственные препараты, необходимые для антиретровирусной терапии. Чтобы получить их, нужно занять очередь задолго до открытия центра. Но и это не гарантия, что медикаментов хватит на всех. Привлечь внимание к проблеме решил Сергей Ульянов и вышел на одиночный пикет. По его подсчетам, закупленные лекарства могут закончиться уже в конце года. Что такое терапия? Это жизненно важные препараты, благодаря которым человек ВИЧ-позитивный живет и продолжает жить комфортно. Если человек перестает принимать терапию, вирусная нагрузка растет, увеличивается в разы риск передачи ВИЧ-инфекции. Похожие проблемы и в Кузбассе. Полгода назад здесь начались перебои с поставками препаратов для антиретровирусной терапии. Пока серьезных инцидентов не произошло, но некоторым больным пришлось менять свою программу лечения. Сегодня в Кемерове, так же как и в Новосибирске, большие очереди за лекарствами. Нам сказали, что произошли изменения именно в финансировании, в схеме финансирования. Реорганизация произошла, именно структуры ВИЧ-центров. Там объединили областной с Кемеровским. Естественно, количество пациентов на одного врача выросло. Из-за этого и очередь, и запись на очередь увеличилась до двух, до трех месяцев. Ситуация с препаратами для антиретровирусной терапии всегда была непростой во всех регионах. Дойдет ли до кризиса в этот раз, зависит не только от областных министерств здравоохранения, уверены специалисты. Очень важно, чтобы и парламент, и все остальные лицепринимающие решения, они очень аккуратно смотрели на то законодательство, которое они принимают. Потому что в условиях нехватки ресурсов, прекращение этих программ, это тоже способствует развитию эпидемии, к сожалению. Дмитрий Куканас, Юлия Боброва, Мария Черешнева и Максим Денисов. Новости здесь, Омск.